Когда я была маленькая, и я сидела на даче и смотрела на какую-то травку и на цветочки, у меня всегда было ощущение, что вот жизнь, она как бы не здесь, она где-то там. Здесь какой-то подготовительный момент. И когда я приехала в Нью-Йорк, вдруг я поняла, что, о, вот, жизнь происходит у нас здесь и сейчас, и она очень концентрированная, и вот здесь мое место. Что сыграть? Хулиганского. Когда мне было шесть лет, меня как ребенка из приличной интеллигентной семьи сдали в музыкальную школу, чему я была совершенно не рада. И сидеть за этим ящиком с клавишей мне категорически не хотелось. По-моему, я очень изобретательно мучила своего педагога и в основном, конечно, маму. Лет двенадцать, что-то кликнуло, и я поняла, что, собственно говоря, я хочу в жизни две вещи. Читать графа Монте-Кристо и играть Баха. Когда я первый раз пришла в органный лофт, в пустую церковь, и села за вот эту вот штуковину. Вау, а можно я это потрогаю? Да, я ходила первое время немножко в эйфории, говорит, здравствуй тебя, Маша, я играю на органе. Мне очень нравится приходить в церкви, особенно пустые, вот вечером, когда они уже закрыты, и там темно. Что-то есть особенно в этих местах, когда ты приходишь, забираешься на чердак, там немножко страшновато. И провожу какое-то время с этим существом один на один. Это специальные органные туфли, в которых все продумано. Кожаная подошва, которая довольно тонкая, и она позволяет так чувствовать педали. У них специальный высоты каблук, который позволяет, можно играть носом, а можно играть пяткой. И чтобы играть очень быстро, в общем, есть такой оп-оп-оп. Несмотря на то, что я профессиональная пианистка, у меня консерваторское образование, это было очень тяжело, честно говоря, разобраться во всей этой, как устроена эта штуковина, и как с ней иметь дело. Я приходила в отчаяние столько раз, я думала, что никогда я не смогу учиться этому. И я помню, как я ехала в автобусе, и в какой-то момент я начала рыдать, потому что я подумала, что я столько усилий в это вложила, и у меня ничего не получается, и никогда не получится. Так как это уникальный орган исторический, я пришла попробовать на нем поиграть, потому что мне было интересно, и немножко влюбилась. На органе ты играешь не только на инструменте, но ты играешь на помещении. Например, здесь очень богатая акустика. Вот вы играете, и вы слышите эхо, которое еще несколько секунд там висит. Мы можем включить очень большой звук, и когда вся эта масса звука, вы слышите, как она «ву-у-у-у» за вихрением летает по собору. Для меня это про музыку, это не про религию. Хотя это, я думаю, что очень связано. Просто мы называем разными именами более-менее одни и те же вещи. Очень людям важно иметь какое-то такое место, куда они могут прийти. Потому что когда происходят какие-то большие вещи, на которые мы не можем влиять, разные державы пытаются друг друга взорвать, что мы можем сделать? Мы можем спрятаться в какое-то своё дело, поливать свой сад, писать стихи, готовить варенье, играть на органе. Я думаю, что это очень помогает выживать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова